Я в неискрытой причине преодоления испытания и необходимость повиновения правителю. Хвала Аллаху Господу миров, который говорит в своей священной книге «Раббана алейка таваккальна ва илейка анабина ва илейка альмусыр» «Господ наш, на Тебя одного мы уповаем, к Тебе одному мы обращаемся, и к Тебе предстоит прибытие». Сура испытуемая, аят 4. Я свидетельствую, что им Божество, кроме одного единственного Аллаха, у которого не сотоварища, свидетельствую, что наш господин Пророк Мухаммад, его раб и посланник, да благословит Аллах Пророка Мухаммада, его семейство, высокочетимых и многоуважаемых сподвижников и тех, кто последовал за ними искренне вплоть до Судного дня. А затем, поистине, испытание есть одно из установлений Аллаха для творей. Всемогущий Аллах говорит «Инна халакуна л-инсана мин нутуфатин амшадин набиталихи фаджа'аннаху сами'ан басыра» «Мы создали человека из смешанной капли, подвергая его испытанию, и сделали его слышащим и зрячим». Сура человек, аят 2. Тем самым, Всевышний Создатель определил ряд явных и скрытых причин для преодоления испытания. Что касается явных причин, которые должны быть приняты во внимание максимально как будто не бывает других, кроме них, то это научные причины, меры предосторожности, рекомендуемые специалистами и директивы официальных государственных учреждений, поскольку необходимо повиновение правителю и тем, кого он уполномочивает, или национальным государственным учреждениям, действующим под его руководством, Всевышний Аллах говорит «Фасэлю ахля дикри ин кунтум ла та'аламун» «Если вы не знаете, то спросите обладателей напоминания», то есть спросите компетентных людей. Следовательно, исламский шариаб приписывает полностью отказаться от какого-нибудь нарушения или посягательства на роль и полномочия государственных учреждений по вопросам, касающимся их круговидения. К явным причинам относится и соблюдение правил гигиени, ведь ислам уделяет особое внимание гигиене в общем, считая ее религиозной необходимостью защиты человека от заболеваний и повреждений. Аллах Свят Он и Велик говорит «Инна Аллаха юхиббут тавабина ва юхиббут мутатухирин» «Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» Сура корова, аят 222 Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, тоже поведал «Чистота или гигиена – половина веры». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, также приказал «Очищайте свои дворы». Речь тут идет о дворах домов, школ и заводах, а также о дорогах, площадях и тому подобное. Ислам также уделяет особое внимание мытье рук при каждом омовине. Аллах Слава Ему и Величие говорит «Я, айюха, лазина, аману, ида кумтум или в салате, фагсилу вжухакум и айдиакум или в марафеку, вам саху беру осикум и арджолакум или в каабейн, ва ин кумтум джунубам фаттахару». Оте, которые уверовали, когда вы встаете на намаз, то умойте ваши лица и ваши руки до локтей, оботрите ваши головы и умойте ваши ноги до шиколоток. А если вы находитесь в половом осквернении, то очиститесь. Сура трапеза, а я чест. Так, митье рук и локтей представляют собой одно из обязательных действий малого омовения. К этому добавляется, что обязательно трижды выеметь руки до запястья включительно, трижды прополоскать рот, трижды промыть нос, трижды выеметь лицо, трижды выеметь руки до локтей включительно. Посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, сказал, «Когда кто-то из вас просыпается ночью, пусть и ни в коем случае не опускает руку в сосуд, пока не нальет на нее воду два или три раза, ибо поистине не знает он, где ночевала его рука». А также желательно выеметь руки до и после еды, и это подтверждает, что наука и религия не противоречат друг другу, а поддержание здоровья человека лежит в основе религиозных целей. Кроме этого, посланник Аллаха, да благословите его Аллах и приветствует, говорит, «Не причиняйте вреда ни себе, ни другим. Поэтому предстоит избегать того, чтобы стать причиной заражения других людей, а также необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение болезней и эпидемий, включая воздержание от объятий, поцелуев, приветствия, рукопожатием и посещение мест массового скопления людей. Между тем, мы подтверждаем, что именно кризисы и критические ситуации показывают характер людей и их настоящую мораль. Итак, мы все должны проявлять сострадание и сочувствие друг к другу и совсем сторониться с себя, любви и эгоизма. Продавец и покупатель должны отказаться от всяких видов монополии. Речь идет о продавце, который монополизирует товары, чтобы поднять цену на них, а также об эгостичном покупателе, который жадно и алчно покупает товары, что нарушает баланс сброса и предложения. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, изрек, монополией никто не занимается, кроме грешника. Он, мир ему и благословение Аллаха, также сказал, кто занимается монополией, тот проклят. А также не уверен никто из вас до тех пор, пока не будет желать брать своему того же, чего желает самому себе. Вот что я хотел бы сказать. Я прошу Аллаха прощения для меня и для вас. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение печати всех пророков и посланников, нашему господину Мухаммаду, его семье с подвижником и всем, кто наилучшим образом последовал за ним вплоть до Судного дня, у моих братьев исламе. А что касается скрытых причин, о которых мы должны постоянно помнить, то они вкучают в себя, во-первых, прекрасное упование на Аллаха. Аллах всемогущ, он и велик, и зрек, «фатаваккал аля Аллахи инна Аллаха юхеббун мутаваккелин» «Уповай на Аллаха, ведь Аллах любит уповающих». Сура семейства Имрана, аят 159. При этом, настоящее упование на Аллаха не противоречит учету надлежащих причин событий. Передается, что как-то раз один человек спросил, «Упосланник Аллаха мне привязать его, то есть верблюда, и уповать на Аллаха, или же отвязать его и уповать». Пророк Мухаммад, мир ему благословение Аллаха, ответил «Привяжи и уповай». Итак, наш долг в наше время состоит в том, чтобы принимать во внимание причины выздоровления и необходимые научные меры предосторожности, и тогда мы можем спокойно оставить все дело в руках Всевышнего Аллаха, который обладает властью над всякой вещью. Это есть и настоящее упование на Аллаха, что совсем отличается от безразличия и равнодушия. Во-вторых, молба и взъявание к Аллаху. В Священном Коране говорится, «Почему же, когда их поражало наше наказание, они не становились смиренными?» Сураскот, аят 43. Нам же нужно больше всего искренне молиться величественному и могущественному Аллаху, чтобы Он уберег нас и все человечество от нынешнего испытания. Это и есть возможность для каждого из нас пересмотреть свое отношение со своим Господом. В-третьих, самозащита посредством поминания Всевышнего Аллаха. Пророк Мухаммад, мир ему благословиный Аллах, поведал, «Ничто не навредит рабу Аллаха, который каждое утро и вечер будет по три раза произносить Именем Аллаха, с именем которого ничто не причинит вреда ни на земле, ни на небе, веду неслышащий и знающий». Посланник Аллаха, да благословите его Аллах, приветствует, также сказал, «Если человек, который остановится, где-либо скажет, «Ауду бикалиматиллэхитаматиминюшарима халак», прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от зла того, что он создал, ничто не причинит ему вреда, пока он не покинет это место». В-четвертых, подаяние. Пророк Мухаммад, мир ему благословиный Аллах, изрел, «Сохраняйте ваше имущество, выплачивая закат, лечите ваших больных, раздачи милостыней и удаляйте от себя беды, взывая к Всевышному Аллаху». О, Аллах, огради нас от болезней, как тех, которых ты оградил, поддержи нас так же, как и тех, которых ты поддержал, избавь нас от того, что ты предрешил, защити наш Египет и все страны мира. Субтитры создавал DimaTorzok